Что будет, если дерево посадить и никогда его не обрезать? Оно будет прекрасно расти. Расти в свое удовольствие, но не в ваше, поверьте. Как растет дерево, когда ему позволяет расти, как ему хочется, без обрезки? Первая проблема. Оно начинает ветвиться очень высоко от земли, закладывая первый ярус иногда на высоте полтора-два метра. Это неудобно. Второй момент. Очень большое расстояние между сучьими. И ветки часто растут очень длинные и практически не ветвятся, либо ветвятся на самых концах, формируя очень рыхлую и очень объемную крону. И в результате получается, что все яблоки, груши формируются вот, остаются вот здесь, на периферии. А внутри у нас пустое пространство. И ведь за всем этим еще нужно ухаживать. И, наконец, самая большая проблема, с которой сталкиваются хозяева больших деревьев. Под нагрузкой урожая эти длиннющие ветви начинают отклоняться и часто ломаются. Либо мы вынуждены ставить здесь подпорки и в результате наш сад превращается в такие ходульные деревья, когда под каждой веткой у нас стоит множество подпорок и само дерево напоминает такого осьминога. Это неудобно, это непрактично. И мы уже давно от этого отошли. Тогда как дерево, которое мы обрезаем регулярно, оно занимает и меньше места. Оно плодоносит эффективно. Оно имеет гораздо более прочную крону. Потому что, смотрите, вот мы посадили саженец, подрезали, и у него крона заложится не вот здесь. Оно заложится там, где вам удобно. Мы проводим обрезку, подрезая веточки, укорачивая их, чтобы спровоцировать ветвение. И у нас нет вот этих огромных длинных оглобий, на которых ни одного сучка, ни одного яблочка, даже листиков нет. Мы подрезаем, и вот у нас уже закладка кроны более густо, более компактных. В таком случае дерево формирует очень жесткий скелет, который сломать нагрузкой, даже очень сильной, практически невозможно. Поэтому я за то, чтобы все-таки деревья резать регулярно, но грамотно, не чрезмерно. И тогда оно прослужит вам очень долго, при этом занимая минимум места. Да, кстати, самая важная причина, по которой стоит делать обрезку регулярно. Если дерево не обрезать, оно часто срывается в периодичность. Даже те сорта, которые к этому явлению мало склонны, особенно старые сорта, сорта середины 20 века. А если дерево вошло в периодичность, то есть плодоносит год есть яблоки, год нет, вывести его оттуда очень и очень сложно. А регулярная обрезка как раз и нормирует урожай. Равномерно его распределяет по всему дереву раз и не дает дереву перегружаться. И формирует такие условия, при которых плодоношение даже у антоновки на семенном подвое ежегодное. Поэтому я за обрезку регулярную. Знаем ли мы такой прием обрезки, как югославский сучок? Да, знаем и пользуемся. Только не как югославский сучок, у нас это называется обрезка на чопик или обрезка просто на сучок. Обрезка на югославский сучок, он же чопик, он же обрезка на пенек, проводится обычно в очень интенсивных садах, где важно получать много урожая. Качественного урожая с минимальной площади. Деревья там посажены очень густо, буквально через каждый метр. И там не допускается, чтобы они сильно разрастались. И нужно, чтобы постоянно шло омоложение древесины. Потому что самые крупные яблоки растут, естественно, на молодой плодовой древесине. Ветки там обрезаются, как только они достигают возраста 4-5 лет, не больше. И вот на этих сучках и выгоняют новую плодовую древесину. А потом все повторяется. Как это выглядит? Итак, у нас есть дерево. Вот его ствол. И вот у нас отходит веточка, который уже... Вторая веточка, которая исполнилась более 4-х лет. Или 5-ти. Ее обрезают, оставляя кусок ветки размером от 5 до 7 сантиметров. Максимум 10. Максимум 10 сантиметров. Для чего это делается? Дело в том, что у яблони очень хорошая пробудимость побегов. Вот такой прием, кстати, на черешне не пройдет. У нее слабая пробудимость побегов, он просто засохнет. Этот прием отработан именно в первую очередь на яблони, на груши и так далее. Итак, мы обрезали пенек, а на нем прячется огромное количество спящих почек. И некоторые из них просыпаются. И дают новые побеги. Раз, два, три. Их может быть и 4, и 5, а может быть всего один. И из этих побегов мы уже, подрезав их в будущем году, формируем новую врастающую древесину. То есть, представьте себе, что мы сделали обрезку на чопик в этом году. За лето выросли новые побеги. В следующем году, то есть в 24 году, я приду к этим самым побегам и немножко их укорочу. И в 24 году у них начнут закладываться новые почки. В первую очередь, листовые, цветковые, плодовые, из которых сформируется потом плодовая древесина новая. И будут расти красивые крупные яблоки. Когда у нас сад свой собственный, где главное не площадь, урожайность и прочее, такой прием мы применяем, когда восстанавливаем потерянную ветку. Когда ветка, допустим, вот у нас тут росла красивая ветка, да, и вдруг на ней поселился рак. Но если мы ее выбьем, вырежем, мы потеряем часть кроны. А так мы делаем следующим образом. Обрезаем на чопик. Это отправляем в костер сразу. А отсюда на следующий год формируем новые красивые веточки, на которых потом формируются плодушечки, плодухи, кольчаточки, на которых уже будут расти хорошие крупные яблочки. Вот такой прием можно использовать как элемент ухода за садом и в своем частном приусадебном саду. Но полностью переводить обрезку на чопики, полностью резать дерево свое, я думаю, не стоит. Ведь нам главное, чтобы оно прожило долгую продуктивную жизнь. Кстати, в интенсивных садах, если что, деревья редко живут больше 12 лет. Отчасти из-за того, что их так жестко режут. Поэтому берегите свой сад, режьте грамотно и не переусердствуйте. И тогда будет и урожайность, и качество, и долголетие. В чем различие привоев? Дело в том, что привой это сортовая часть. И все сорта, они очень сильно отличаются. Если по подвоям, то подвои, конечно, они очень сильно влияют на способность к росту. Все подвои даже делятся по силе роста. Они сильнорослые, среднерослые, карликовые и даже суперкарликовые. Так вот, если вы имели в виду, как влияет подвой в таком случае, я вам отвечу. На сильнорослых подвоях, на семенных, восстановительная способность у растений очень высокая. Сила роста очень хорошая, мощная. Волчков образуется больше, и волчки мощнее. Чем слабее сила роста дерева, чем слабее сила роста подвоя, то есть если мы возьмем карликовый или суперкарликовый подвой, дерево на этом подвое, то, соответственно, и волчков будет образовываться меньше, а сила их роста будет меньше. Есть такой суперкарликовый подвой PB4. Максимум растения на нем растут 2-2,5 метра, и у них очень слабая восстановительная способность. А побеги, прирост тоже очень незначительный. За счет того, что у них очень слабая корневая система, очень слабая сила роста, и волчки образуются слабо. Если же вы имеете в виду привои, то поверьте, у каждого сорта будет своя особенность роста и ветвления. Но все-таки определяющим фактором на то, какая будет сила образования волчков, какая у них будет сила роста, влияет все-таки подвой. Разница в обрезке косточковых или семечковых. Какая разница в обрезке косточковых или семечковых культур? Разница, начиная даже со сроков обрезки. Косточковые мы всегда обрезаем в последнюю очередь весной, в период набухания почек, когда вы уже четко видите, где есть подмерзание. Второе. В зависимости от того, какую конкретно культуру мы режем, вишню или черешню, какая у нее пробудимость, применяются и разные приемы. Например, для вишни, которая склонна к загущению кроны, мы применяем прореживание. У черешни, у которой прекрасная сила роста, но очень слабая пробудимость почек, у нее очень мало спящих почек. Основной прием – это укорачивание побегов, чтобы спровоцировать ветвление. Далее. Мы учитываем также тот фактор, что многие культуры, такие как слива, алыча, абрикос, способны давать очень мощные приросты до двух метров. И здесь основной прием – это сильное укорачивание этих приростов. Гораздо сильнее, чем иногда у плодовых, у той же груши, яблони. Так вот, чем сильнее дает прирост алыча, слива, тем сильнее мы укорачиваем, оставляя иногда одну четверть из того, что выросло за сезон. В формировке у косточковых тоже свои подходы. Здесь очень распространенная форма чаша, когда центр открыт, когда удаляется центральный проводник и оставляются ветви первого яруса, 4 или 5 ветвей. Благодаря этому все плоды, которые на этих ветвях получают очень много света, хорошо прогреваются и хорошо созревают. На какую максимальную высоту за один раз можно снизить дерево? Буду говорить из собственного опыта. Мне приходилось снижать высоту у разных деревьев, в частности груш. Они больше всего страдают этим. Так вот, если дерево очень высокое, но оно здоровое, оно хорошее, оно прекрасное яруса имеет, то желательно снижать крону за два приема, с тем, чтобы те ветки, которые остались внизу и вдруг вышли наверх, получили больше солнца, получили возможность более-менее адекватно развиться, чтобы не такой был сильный стресс от мощной обрезки. Когда нужно снизить крону более чем наполовину, бывали 8-метровые деревья. Я делала это за два года. Первый раз снимала 1,5-2 метра, и на второй год оставшиеся 1,5-2 метра. Благодаря этому у растения получалось как-то перераспределить все свои силы на оставшиеся ветки и не давать так много волчков. Ну а дерево в результате за два года постепенно снижалось и получалась такая компактная ажурная крона. Кстати, вместе с снижением кроны обязательно применяйте санитарную и осветляющую обрезку, прореживающую, чтобы крона дерева получилась более ажурная, более легкая, более насыщенная светом и воздухом. Тогда дерево будет гораздо легче восстанавливаться, а вам будет легче с ним работать. В какое время делается летняя обрезка? Летняя обрезка касается в первую очередь уборки тех самых волчков, тех самых побегов, которые загущают крону, которые делают ее темной, мрачной и оттягивают на себя очень много питания. Касается тех волчков, которые возникают в процессе сильной обрезки, восстанавливающей крону. Так вот, мы их начинаем убирать с конца июня, июль, август месяц. Особенно, когда мы хотим получить очень качественный урожай, то август месяц это тот период, когда нужно убрать ветки, заслоняющие плоды. Когда нужно убрать ветки, которые слишком загущают крону, опять же, не дают плодам света и так далее. Летом, в течение всего лета, мы убираем волчки по мере их появления, с тем, чтобы растение просто не расходовало свои силы. Летнюю обрезку мы проводим, начиная с конца июня, начало июля, и до августа, до момента начала созревания плодов. Она призвана сделать крону более прозрачной, более освещенной, привести к окрашиванию плодов, к их наливу, вид на солнце, в яблоках, в грушах, намного больше накапливается сахаров, кислот полезных, других полезных веществ, тех же самых биофлавоноидов, антоцианов, чем в плодах, которые размещены в тени кроны, без солнышка. Главное условие, после того, как вы провели летнюю обрезку, удалили все ненужные побеги, укоротили, кстати, еще один прием летней обрезки, это укорачивание сильного прироста. У тех же самых косточков прищипка. Она остановит рост побега и спровоцирует его ветвление, либо закладку цветковых почек. Это мы делаем не по определенной дате, а по тому, до какого размера дарос тот или иной побег. Если он вырос слишком большой уже в июле, прищипываем в июле. Если в августе активно растет, прищипываем в августе, пускай останавливается и ни о чем не думает. Еще один вопрос нашего подписчика. Несколько лет назад обрезали ветку ствола, когда яблоня была еще молоденькой. Круг, наверное, имеется в виду кольцо, оставили, но, возможно, не целиком, по неопытности. Рана вроде была спокойной, но в этом году эта рана начала течь. И текла все лето, и до сих пор влажная. Диаметр раны примерно 5-6 см. Надо срочно что-то делать, на улице уже минус. Однако, чем его замазать, я не знаю. Посоветуйте, что теперь мне делать. Мне нужно сохранить эту яблоню. Конечно, повреждение кольца, наплыва возле ветки, очень опасно, в том плане, что оно не дает зарубцеваться ране. А вот истечение сока говорит о том, что у растения очень активно идет сокодвижение, и, возможно, там уже кто-то поселился, какой-то возбудитель, или растение таким образом пытается его вымыть, убрать. Что вам сейчас нужно делать? Дождитесь, пожалуйста, когда немножко спадут морозы, а еще лучше, когда температура воздуха во время оттепели подымется. Аккуратненько зачистите рану. Уберите все наплывы, сока, натеки. Там уже накопилось очень много грибка. И после этого продезинфицируйте рану крепким раствором бордовской жидкости. Хотя бы 50 грамм купороса на 1 литр горячей воды. Как только она остынет, зачищенную рану аккуратно, несколько раз промачиваем этим раствором, и только после этого замазываем. Лучше всего использовать не садовый вар. По влажному срезу он очень плохо берется, особенно в холодную погоду. Оптимально это садовые бальзамы, типа раннет или искусственная кора, или хорошая садовая краска, не мел, с тем, чтобы предотвратить заселение этой раны другими грибками. Дереву по весне обеспечьте действительно индивидуальный уход и подход. Полив подкорбки по листу, защита от вредителей и болезней. Возможно, ему нужно будет этот уход еще несколько лет, чтобы хорошо восстановиться. Но я надеюсь, у нее будет все хорошо. Кстати, сейчас есть искусственная кора с добавками специальных веществ, стимулирующих зарастание ран. Обратите на них внимание. У старого дерева дупло образовалось на развилке трех скелетных ветвей первого яруса. Как быть? Дерево еще живет, но плоды мелкие и больные. Дерево жалко, и я не знаю, что делать. Нужно сказать, что да, если поражена скелетная развилка, тем более первого, очень важного яруса, это очень и очень плохо. В таком случае, учитывая, что дерево уже слабеет, и вы сами пишите, что плоды мелкие, их мало, к сожалению, с деревом будет проще расстаться. Вылечить такую рану, особенно где образовалось дупло, это значит, сердцевина практически полностью разрушена, у нас не получается. Поэтому я бы не тратила силы на это дерево, а обратила внимание на то, что купить себе новое, либо взять с него черенок, и весной запривить на дичку, либо в крону других яблонь, а с этим деревом расстаться по весне. Главное сделать это до цветения. Есть у садоводов такая традиция, такая примета, что ни в коем случае нельзя срезать, обрезать цветущую яблоню. Следующий вопрос. Можно ли с ветки, срезанной яблони, в дальнейшем вырастить саженец? И какой при расцветочке лучше брать? Однолетний или двулетку? Вот, кстати, плавно переходящий вопрос и ответ на этот вопрос. Если вы теряете яблоню, но вам очень хочется сохранить сорт, то сейчас, в декабре месяце, срезайте однолетний, здоровый, хорошо развитый прирост, побеги, которые выросли в текущем году. Толщина должна быть не меньше, чем карандаш, но и не больше, чем сантиметр-полтора. Такие череночки протираем от загрязнений и укладываем, обернув нижние края, ветошью влажной в пакет. Этот пакет можно хранить на нижней полке холодильника, следя только за тем, чтобы ткань не пересыхала. Либо хранить черенки в снежном прикопе, если зимы у вас снежные. И уже весной привить эти черенки либо в крону другой яблони, либо, возможно, у вас есть где-то дичка. Привить черенком ее. И тогда вы восстановите дерево. Двулетнюю древесину, двулетние ветки мы не рекомендуем использовать. Все-таки лучше всего приживаются однолетние побеги. Еще один вопрос. В чем проблема, если я обрезала деревья 20 ноября, когда пошли уже первые морозы, до минус 4, а зимой вряд ли будет больше минус 10, хоть пару дней. Прошлая зима была без снега, с околонулевой слякотью. Так хоть подсохнет срез. Да, многие из наших дачников, многие из наших садоводов не имеют возможности обрезать сад в феврале-марте месяце. Сложно доехать, нет возможности, нет здоровья. И они обрезают с осени. Я допускаю такой вариант развития событий только с одной оговоркой. Действительно, вы правильно сделали, что сделали обрезку при минусовой температуре. И правильно сделали, если замазали по максимуму все срезы. А если еще после этой обрезки где-то у вас наступила оттепель, и вы прошли с бордовской жидкостью, то проблем у вас практически не будет. Но это хорошо проходит действительно в тех случаях, когда зимы у вас бывают мягкие, без сильных 30-градусных морозов, которые могут повредить свежие срезы. То есть обрезку осенью, поздней осенью, когда уже установились заморозки, установились морозы, обрезку при легком минусе допускаем. Очень много дачников, которые не имеют возможности делать обрезку зимой. В некоторых случаях нет возможности. Вот прямо из этого случая. Остаются варианты весна, лето, осень. Что выбрать? Возможно, я делаю неправильно, но результат вроде неплохой. Крупные спилы очень слегка обрабатываю газовой горелкой, в надежде поджарить споры. Но это жестко, прям инквизиция. Стараюсь наименьшим способом воздействовать на лубяной слой, после чего замазываю составом, в котором есть медный купорос. Отлично. Хочу также сказать, что делаю это поздней осенью, весной не до того. Оцените, пожалуйста. Ну, фактически, это ответ на предыдущий вопрос. Если вы делаете это правильно, делайте именно при минусовой температуре. Это конец ноября, декабрь месяц. И замазываете по максимуму срезы, то да, допускаем. Бывают всякие случаи, и не нужно быть категоричным и упертым, что мы обязательно делаем обрезку кровь из носа только в феврале месяце. Мы все люди, мы все понимаем, что не у всех есть возможности. И если складывается именно такая ситуация, то лучше обрезать деревья рано зимой, замазав все срезы. Обязательно с фунгицидом, чем не обрезать их вообще. Либо, если вы все-таки считаете, надо обрезка весной, а я так считаю, что я все-таки бы, допустим, если бы у меня такая ситуация была, что у меня весной очень много работы, я бы постаралась обрезать эти деревья до распускания почек, до цветения. Это допускается. Когда почки набухают, мы еще можем резать, и тогда сразу же после обрезки провести искореняющую обработку препаратами меди. Тем же самым медным купоросом, бордоской жидкостью, чтобы надежно закрыть все срезы. Особенно важно обработать тщательно. Это должно быть по-настоящему голубое опрыскивание. Но переусердствовать тоже не стоит. Итак, можно в отдельных случаях обрезать и поздно осенью, но все-таки желательно соблюдать правила февраль, март, апрель месяц до распускания почек. И, наконец, у меня на груши стали закручиваться ветви. Что не так? Все так. Дело в том, что некоторые груши, определенные сорта, растут очень активно, а вот одревесневать побеги у них вовремя не успевают. И под влиянием силы роста они начинают заворачиваться. У нас даже есть один сорт, кудесница, которую мы в шутку называем крутесница. Именно за склонность к закручиванию длинных ветвей. Что делать? Направлять в нужную сторону. Укорачивать сильно не нужно ни в коем случае, потому что это спровоцирует рост ненужных волчков. Такие длинные ветви лучше немножко подрезать верхушечку, отвести, если они растут не туда, в нужную позицию закрепить. И, поверьте, через год-два они все покрываются плодушками. Если таких ветвей много, они растут густо, то лишнее вырезаем на кольцо и замазываем. То есть кручение ветвей – это вариант нормы для определенных сортов. Как снизить яблоню или любое другое дерево, если от основного ствола дальше пошло разветвление на 4? В таком случае снижаем каждый ствол. Главное, чтобы дерево в результате получилось ровное, красивое, а не однобокое. То есть работаем с каждым стволом по отдельности. Снижаем каждый. А если старое огромное дерево срезать полностью, оставив сантиметров 20 от земли и потом с одного волчка вырастить новое дерево. Помню, у бабушки в селе был огромный сад, яблони и груши. И люди начали их пилить на дрова под корень. Так они все позарастали, как огромные кусты, и плодоносили. Так можно так вырастить в один ствол, а не кустом? Вы знаете, когда мы срезаем деревья, да, при мощной корневой системе просыпаются спящие почки, дают волчки. Да, действительно, можно такое деревце вырастить. Но это будет деревце, которое растет, можно сказать, на пороховой бочке. Почему? Рядышком огромный пень, огромная рана, которая, возможно, уже инфицирована. И эти грибки, которые внутри пня уже сидят, они с тем же успехом благополучно перейдут затем и на молодое, восстанавливающееся из него деревце. То есть как опыт, да, можно порекомендовать, но, как правило, мы это не советуем. Потому что все-таки высок риск, что молодое дерево, вступив в плодоношение, очень быстро погибнет именно из-за того, что начал разрушаться основной пень. Вот такие вопросы прислали нам наши подписчики на канале. И я надеюсь, что смогла ответить на них все. И мои ответы помогут вам справиться с уходом за садом. А если какие-то вопросы у вас все-таки остаются или появляются новые, конечно, задавайте. Мы постараемся на них ответить как можно скорее, потому что на носу обрезка, на носу же новый сезон. И мы ждем вас у нас на канале снова и снова. С вами была Юлия Кондратенок. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. И до новых встреч. Прответания вам! Редактор субтитров А.Семкин